тем жертвам политических репрессий. Ставшая уже ежегодной традицией, памятное мероприятие в поселке Жаналык проводит Акима Талматинской области. Открывая митинг, заместитель Акима области Бахтиар Онербаев сказал, что здесь сохранено примерно 3000 человек. Выступавшие официальные лица и гражданские активисты заявили, что тайны сталинских репрессий в Казахстане раскрыты, и страна получила с приобретением независимости возможность встать на путь развития. Открывая этот траурный митинг, хотелось бы подчеркнуть, что наша общая задача – не допустить подобной трагедии народа. Сталинские репрессии достигли своего пика в 1937-1938 годах, когда в Казахстане были осуждены, по некоторым сведениям, около 125 тысяч человек. 25 тысяч из них были расстреляны. Но где они были убиты? Где находятся их останки? О многих из них такие сведения до сих пор неизвестны. Раскрыта ли вся правда о сталинских репрессиях? Или же в Казахстане, как утверждают некоторые оппозиционные политики, и сегодня продолжаются репрессии? Если это не так, то появилась ли гарантия, что политика репрессии ушла в прошлое? Такие вопросы мы задали гражданским активистам и родственникам некоторых жертв политических репрессий. Дело в том, что после вот этой национальной катастрофы, по сути дела, после того, что трижды пережил народ голод, осталось их меньшинство, и на костях казахов, по сути дела, строили социализм. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Скажите, пожалуйста, что нужно делать обществу по-вашему, чтобы такие репрессии, террор, чтобы он не повторился? Ну, это государство должно заботиться о своем народе. Все-таки какой-то контроль должен быть со стороны правительства, наверное, помощь была, чтобы органы смотрели. А само общество должно что-нибудь делать? Общество. Тогда, наверное, время тяжелое было. Сейчас более-менее все доступно, все открыто. Во-первых, общество должно действительно быть как бы верен себе, верен памяти наших репрессированных родственников, наших предков и быть честными перед ними, по крайней мере. А сегодня общество замордовано, деградировано, депрессия у всех. Я вот просто хочу сказать, я ежедневно распространяю оппозиционные журналы и газеты, и люди боятся просто от слова «оппозиционная газета». На памятном мероприятии в поселке Жаналык после официальных речей обычно читают молитву из Корана. Возлагают венки, проводят поминальный обед. У памятника на мемориальном комплексе выставляется почетный караул из состава учеников средней школы поселка Жаналык. Возвращение следует на мемориальном комплексе. Эржан Карабек, Кадзи Стоуузбаев, Мадебик Могамбет, Азаттык из поселка Жаналык Алматистской области. Продолжение следует...